Собственно, ребят, вы нас были поставить в хорошую, такую жирную, смачную точку в этом фестивале. Ваши ощущения? Ну, эта точка была нужна, и мы ее поставили как смогли. Я боялась, что сломается сцена. Честное слово, я очень переживала, что сцена просто рухнет под нами. А вообще будет? Я долго думал делать это, не делать. Но просто когда настал момент, я понял, что если я сейчас не сделаю это, я... Ну, просто концерт не удастся. Все группы, которые были до нас, просто, ну, они все будут не такие крутые, как вот если бы вот я вот это сделал, я понял, что надо делать. И на самом деле это было немножко как-то... Спонтанно. Спонтанно, да. То есть жалко, конечно, инструмент, но, блин, ну, нужно было это сделать. Ради шоу, шоу мозга ООН, ради шоу все, грим течет, все, люди падают, а шоу продолжается. Я не сплю. У меня все. Как вообще это сзади выглядело? Сзади, так же, как и спереди, я надеюсь. Ну, на самом деле, очень прикольно. Я там еще переглядывался с ребятами, которые за столиком сидели, они там какие-то знаки показывали, но им, вроде, понравилось. У вас какие-то вообще... Он из нас самый скромный. У вас какие-то вообще сложности во время подготовки или вообще... Во время концерта была дикая сложность, не было слышно ровным счетом ничего, я слышала просто гул, и я боялась, что зрители слышат то же самое, но, как сказали зрители, вроде там было нормально слышно. Я не знаю, я не знаю нот, я не знаю музыку, я пела, что хотела. Да, я забыла все слова. Все. А ты знаешь, вот именно в этом плюс английской речи. Все забываешь, несешь какую-то фигню, а все равно все, все, все съедят. Ну, это невежливо, конечно, по отношению к публике, но я старалась вспомнить, как могла. Ты прямая уверена в победе? Нет. Главное не победу, а главную частью. Мне кажется, таким победу дают редко, но если дают, то она уже капитальная. Егор, насколько я знаю, ты второй раз там участвовал? Да, я участвую второй раз. Ну и как? Ну второй раз, блин, вы видели как. На самом деле, первый раз это было так экспериментально. То есть я там был всего лишь гитарист, это был не мой материал, это была далекая группа от меня. А тут я принес своих друзей, своих просто, свою семью, понимаете, это моя семья. Вот это мой брат, это его гражданская жена. Гражданская жена. Да, гражданская жена. Тихо. То есть для меня это очень важно, чтобы люди приняли вот эту вот семью. Видите, мы все в полосочку. И все, кто был в полосочку, все стоят. Все наши фанаты, все приходят в полосочку. У нас нет фанатов, по-дому. У нас есть фанаты, и они приходят в полосочку. Неправда, пара штук была. А некоторые случайно. Но они тоже стали нашими фанатами, я думаю. Еще. У вас вообще есть, да, какие-то, ну, друзья, музыканты, которые тоже вот играют, у них плохо играют, но при этом, как бы, они не участвовали в Вендершатах? Конечно, много. Вы бы им посоветовали вообще вот участвовать? Поучаствовать в Вендершатах? Да. Ну, всегда весело в чем-то участвовать. Тем более в таком адском трэше, где ты можешь вылезать на сцену и делать все, что угодно ровным счетом. И все рады, потому что весело. Главное это веселье и улыбка. А какие-то вообще планы на будущее, ближайшие какие-то перспективы? Завоевать мир, может быть. Поработить вселенную. Нет, ну вселенную хрен знает, кто там еще живет. Завоевать этот мир, как минимум. Да, и выступить на Вембли. Желательно в следующем году. В этом уже сессия начнется зимой. Да, скоро сессия. Сейчас вас перерывают.